Меня не устраивает, как сделано окно. Во-первых, в случае, допустим, каких-то предвиденных ситуаций, допустим, пожара, либо землетрясения, окно, во-первых, стоит неустойчиво. Закреплено обыкар, то есть даже если посмотреть внимательно, то есть зафиксировано, на честном слове, запенено, снято не по размеру. Выдвинуто, получается, в сторону подъезда и, получается, подоконники, на краю подоконника стоят. То есть когда дети заходят и выходят, а у нас проживают несовершенные дети в подъезде, у нас их шесть детей, я опоздаю, что оно может упасть либо ко мне, либо упасть в сторону подъезда. И в случае непредвиденного, допустим, как пожар, эвакуироваться мы не сможем, потому что оно сплошное. По мнению жильцов, не все окна, которые были заменены в подъезде, соответствуют правилам пожарной безопасности. Не так давно здесь завершили капитальный ремонт. Однако старшая по дому принимать работу не торопится. Если недочеты по покраске фасада незначительные, то к установленным окнам целый ряд нареканий. Сырость в подвале – проблема не одного года. По новой подъездной двери стекают большие капли воды. Соответственно, при отрицательных температурах она примерзает, вследствие чего быстро выйдет из строя. С подвалом я не знаю, как нам решать. Подвал у нас подпор, постоянно из-за командора. Там идет производство выпечки булочек, куры-гриль. Это также чувствуют запахи собственники. Мы как покупатели заходим, жильцы, которые там живут, и у них это все пахнет, что идет производство в магазине. Все это жиры, мука. Когда делают засор, скажем, устраняют аварийная служба, они говорят, там белая каша. Ну, соответственно, это мука, жиры. Они нам говорят, что там они за засор. Ну, у нас четыре квартиры, всего в том подъезде у нас один стояк на командор и на четыре квартиры. Фактически это только из-за командора. Когда был демонтаж эконом с командором, полгода, у нас ни одного подпора не было, ни одного потопа не было. По словам жильцов, на такой капремонт было потрачено более четырех миллионов рублей. Однако качество выполненных работ оставляет желать лучшего. Поэтому никакие документы, старшая по дому Анна Комарова-Петрашевская, подписывать пока не собирается. Попросят подписать акты работы. Я попросила акты расхождения сделать, что они мне ничего не ответили. Генподрядчик сказал, что какая-то девушка в администрации, моя тезка Анна, сказала, что я ответственности не несу. Даже если окно это на кого-то упадет. Мы не согласны с работой. То, что там сумма, мы в это как бы сильно не вникаем, потому что мы не знаем цены на рынке, то есть, скажем так, мониторить это долго. Но работы, качество работ, мы не согласны совершенно. Ангелина Борисова, Алексей Резник. Новости 360 Ангарск.